Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами Валентин и Марко. Не удивляйтесь, почему у нас такое эхо, чтобы мы решили в этой комнате сделать ремонт. Сейчас я вам все показать. Будем красить стены, потолок. Ничем я, конечно, никого удивить не собираюсь. Вы сами такое все имеете, у вас там есть такие ролики. Это у меня уже старые, просто не стал много покупать. Старые уже есть. Зачем нового покупать? Эти уже использованы. Вот, можно купить вот. Сейчас ее вставляешь. Вот и все. Не надо ничего нового покупать. Так. Следово делом, вот здесь специальная такая палочка, выручалочка. Как вы видите, вот на специальных таких вот защелках. Видите? Вот. Вот. Потом уже есть лекарственные дырочки. Очень удобно. Берем ее так. Все. Она закусилась. И куда она уже у нас попадет. Вот. Значит, она у нас телескопическая. Мы можем ее углинять. Вот такой дырный делать. Значит, можем сделать короче. Это уже давно. Уже старые мои еще все вот эти предпособления. Потому что мы уже много раз делали ремонт. И поэтому все у меня в гараже есть. Все у меня не имеется. Короче, так. Теперь я сейчас вам покажу. Значит, у вас подолок. Покрашен. Как она правильно называется? Я не знаю. Я буду считать. Латексом. Ну, короче, такая краска. Не которая. Это уже мы стены там белили. Водомосионная краска. А именно латекс. Латекс. Это из того самого вещества, которое делает предревативы. Тоже с латексом делает. То есть, получается, краска. Прорезиновальная краска. Не советую вам никогда ее использовать в своей квартире. Потому что, во-первых, она не пропускает воздух. И в тех местах, допустим, где трудно доступен воздух, то есть, где он не циркулирует, там постоянно появляется плесень. Поэтому не советую. Потому что мы, когда дом были, купили, у нас полностью стены были тоже покрасены. Покрашены именно вот такой вот краской. И было видя, что появлялась плесень. Мы-то все это отодрали. Плесени никакой нет. Это была плесень не в стене, а именно наружная плесень. Это не страшно. Если, допустим, была бы плесень внутренняя, то она страшна, потому что она везде по стенам идет и все стены съедает. Вот. Не советую я вам такой краской красить. Но так как у нас потолок уже покрашен такой краской, и теперь наверх другой краской красить не получится. Будет получаться, что эта краска будет просто облазить и лопаться, и будет осыпаться. Мы пробовали уже. Не получается. Или, может быть, мы что-то неправильно делали, но получалось так, что приходилось только много работы. Пока мы полностью потом потолок, значит, не обчищали и наждачки и все это делали. Поэтому не советую там. Латекс называется. Не советую никому ее никогда не использовать. Надо брать другую краску. Я вам покажу. Когда мы будем красить, значит, стены, то у нас специальная, значит, водоманисионная краска, которая стены красит, и я вам тоже отдельно ее покажу. Ну вот, давайте сейчас посмотрим, как я буду красить потолок. Продолжаем дальше. Значит, я вам покажу, что это функционирует. Видимо, она хорошо так вот крутится потом. И вот на этой сеточке, просто эта краска, значит, равномерно, так скажем, мы ее размещаем. И теперь будем красить потолок. Вот, беленький сам, получается, хорошо. Конечно, я хотел другие очки, а теперь получится. Ха-ха! Все эти все очки мне будут найти быстро. Вот таким макаром, значит, мы будем на весь потолочек длинить. Как вы заметили, значит, на пол мы постелили специальный такой целлофан. Вот специальный пол подается. Не, чтобы, значит, не замарать, значит, наш пол. Специально, значит, это вот такая фолия или пленки. Вот такая вот, наверное. Теперь я хотел смотреть, чтобы в камеру лава не попала. Ага, да, да. Да, да, да. А мы с тобой это обоимся. Поэтому уважение, прежде всего. Ну, чем там, где видать. Что плохо, когда в потолке вот так красите, допустим, вот свет идет с улицы, и не видать по линии, значит, где мы покрасили. Поэтому, когда вы первый раз прошлись, и все равно ли, да, значит, на потолке, маленькая краска, она как утолщенная идет. Это получается, как линия. И поэтому постоянно вот только так вот идти прямо. Вот видите, как я делаю. Вот так мы помним по линии. И получается, что у нас получается такая полоса. Чем-то даже потом, когда будет солнце, когда, я имею в виду, когда краска высохнет, тем ничего, это заметно не будет. И не волос, ничего. Все длинненькое, и все будет блестеть, и ордоваться. Вот таким макаром, я думаю, дорогие друзья, сейчас, значит, в этот потолочек весь пройдемся. И, ну, я красить не буду, это будет сын дальше красить. Или просто я вам показал, как она красится. Потому что я не могу долго еще так работать. Окей, посмотрим потом, что будет дальше. Итак, дорогие друзья, сейчас я вам покажу, значит, как рехард белить. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok значит стены мы покрасили вот этой краской олимпия очень хорошая краска советую вам эту краску тоже использовать сейчас я вам покажу остатки значит что мы там сделали до конца эту нашу комнату вы поберели теперь стены как вы видите все беленько все хорошо получилось такие береги солнце еще кресло могут собрать мы все выкинули в мягкий уголок весь этот я сотки решил собрать может быть оставим какую-нибудь комнату здесь и 10 лет только будет хорошо вот так вот все получилось пока окей дорогие друзья пока с вами была для марка следующее видео возможно будет когда мы будем наверное мягкий мягкий уголок покупать сейчас мне некогда найти кухню до уберечь пока дорогие друзья пока с вами была для марка подписывайтесь на канал пакета